У нас есть тема. Тема звучит следующим образом. Хиромантия. Да, с чем ее едят? Что это такое? Да, вообще для чего она нужна? И кому мы до этой жизни дошли? Да, кому она может помочь? Ну вот чисто для меня сразу интересен вот какой момент. Меня очень часто просят. Вот объясните какое-нибудь понятие, очень просто, вот как для детей. Вот представьте, что я ребенок, я не знаю, шести лет. Вот объясни мне, что такое хиромантия. Ну, все просто. Хиромантия – это наука, во-первых. Хотя и называется хиро – это рука с греческого языка. А мантия – магия. Но вот называется магия руки, да? Вроде как, если дословный перевод. Вот. И вот. Ну, то есть рука может о чем-то рассказать. Вот это и как бы слово магия. И я так думаю, что людям нравится. Поэтому и название такое. И объяснить это трудно. Поэтому хочется. То есть магия руки. Я могу взять руку этой рукой, я могу творить какие-то магические… Нет, не творить, а магия руки, что рука дает информацию. Магия, что рука дает информацию. Но вот уже вот этот конфликт, да, что это же наука. Причем тут магия. И вот, как следствие, появились различные названия. Пальмистрия. Пальмистрия – это хиромантия на английском языке, фактически. Палм – это ладонь. Да. Пальмистрия – это та же хиромантия, только на английском языке. Хирология, да, логос – наука. Хиро – рука, наука о руке, да. Ну, вот здесь уже наука, а там получается магия. Да, что, вот, и фактически, чем они различаются, да, много описаний, я долгое время разбиралась с этим. Чем же они отличаются друг от друга, да, вроде бы, да, магия – это гадание, да, хирология – это наука. Причем здесь наука, ой, говорят, гадание, если, ну, как бы, вот какие-то очевидные вещи по руке видны. Но, когда мы собираемся, вот, кто погружен в эту науку, да, кто этим занимается, практикующие люди, которые обучением занимаются, мы все говорим на одном и том же языке. Кто хиромант, кто хиролог, кто пальмистер, у кого написано, там, на страничках, в сетях, в анкетах. Вот, мы говорим на одном и том же языке, мы говорим про одни и те же вещи. То есть это всего лишь, как это сказать, нет общей договоренности. И еще здесь я вижу, такая есть причина, как многие стесняются себя называть хиромантами, да, что, как бы, социум осуждает, там, конфликт с церковью, вот этот вот, и что, ну, как бы, вроде как, это стыдно заниматься этим, это осуждается, да. Поэтому, там, пальмистер, хиролог, звучит вроде бы как, по-культурнее звучит. Хотя, на русском языке слово хиролог звучит еще так себе. Вот, и даже пишут иногда мне в сетях, что, а вы правда хиролог. И я пишу это от другого органа ответ. Итак, возвращаясь все-таки, смотри, к ребенку, да, вот, если я ребенок, ты мне сейчас вот много чего рассказала, я так понимаю, что независимо от того, хиромант, хиролог или пальмистер, этот человек берет просто руку и, в первую очередь, ладонь, или всю руку все-таки он берет? Всю руку обязательно. Всю руку, значит, он берет всю руку и начинает по ней что-то узнать. Можно, да, информацию по ней узнать. Характер, однозначно характер, причем какие-то вещи на руках видны, как на сегодняшний день, да, как человек живет, что, какой у него характер, и видно, в какую сторону он идет, работает ли он над своим характером. Вот, вот эти вещи можно видеть. На руках можно видеть предрасположенности к болезням, на руках можно видеть, насколько, какой человек в отношениях, как он строит свои отношения, как ведет себя, и вопросы, с которыми человек приходит, он задает вопросы, на руках видны причины. То есть, причины болезни, причины, причины нестабильных отношений. Вот, значит, со здоровьем, да, я сразу скажу, что я не сильно дружу, со здоровьем, ну, и со своим тоже не сильно, вот, со здоровьем, с диагностикой по руке здоровья у меня практики мало, потому что приходят в основном все с отношениями, с какими-то проблемами, с деньгами, с карьерой, с работой, с самоопределением. Но, по кем можно здоровье все равно определить? Да, да, какие-то вещи, да. То есть, людям здоровье не столько интересно? Ну, скажем так, ко мне приходят с этим меньше, поэтому у меня вот этой практики меньше. Здоровье у нас не в частей. Здоровье у нас в частей, но я все-таки считаю, что хиромантия – это не то направление, ну, как бы к хироманту идти, да, узнать про свое здоровье. Хорошо. Все-таки это аюрендо, там еще что-то. Давай два, у меня два вопроса. Разница есть по правой, по левой руке? Разница есть, да. Так, если мы смотрим по левой, если мы смотрим по правой, в чем разница? В чем разница? Значит, ну, теоретически считается, что правая рука – это рабочая, если вы правша, левая рука – это программная, это программа, с которой вы родились, да, если вы левша. Вот, если… ой, что сказала? И рабочая, если вы правша, вот это как я живу. Как я живу, да. Это я наработал. Это я, как это, видно, что ты делаешь, как живешь. Левая – это программа. То есть программа, как родился, с какой программой, какие задатки. Вот, ну, у левшей наоборот. Вот. Ну, это вот в теории, да, я в процессе, там, занятий, обучения, консультирования. У меня вот эта концепция менялась несколько раз, то есть различные были методики для определения, какая же все-таки рука рабочая, какая программная. Это не просто вот что-то я утром встала и вдруг засменивалась, да. Это потому что я вижу, что события, которые произошли, они не на рабочей руке, например, а на программной видно очень хорошо и сильно, да, а на рабочей нету. Как она тогда, ну, можно ее называть рабочей, да. Вот, кстати, я решила взять вот эту тему, как раз тема докладом на следующей конференции по биометрии. У Киромантов есть свое сообщество. Вот, мы собираемся раз в год. Следующая будет конференция в Питере в конце августа. То есть это научно-исследовательское такое направление? Да, да, это серьезная такая организация. Мы собираемся, общаемся, знакомимся, делимся наработками какими-то своими. Вот, и вот... То есть я... Ты возвращаешься все-таки к нашим рукам. Да, я вот вижу, что однозначного нет ничего. Левое, правое, в общем, это не закон такой без всяких исключений. Да, да, это даже, я бы так сказала, что-то как-то немножечко тут с законом. То ли поторопились, то ли вот не хватает у нас базы какой-то исследовательской, да. Все это еще впереди по поводу разницы между правой и... Я к тому, что я вижу, что они... Я на занятиях своим ученикам говорю, обе руки ваши. Работают, значит, обе. Хорошо. Значит, обязательно исследуйте обе. У нас есть две руки. Вот, предположим, да, человек решил обратиться к хиромантии. С чего мы начнем? С запроса, с чего мы начнем? Нужно определиться с направлением, да, какое мы будем решать через хиромантию. Ты сказала, что можно решать отношения. Карьеру можно корректировать? Знаешь как, я не люблю консультации, когда записываются и говорят, Ну, мне просто интересно, я хотела бы, чтобы мне посмотрели руки. И я... Это тоже можно. Да, там можно что-то человеку рассказать, и очень много информации на руках. Вот. Но я это не люблю. Я люблю работать с конкретными запросами, с конкретными ситуациями. Когда человек приходит ко мне и говорит, что в жизни не получается, что не складывается, да, что хотелось бы улучшить, или что-то вообще не... Вот, то есть я еще... Конкретный запрос. Конкретные запросы, да, я ищу причины тогда, ищу причины, и на руках разбираешь, за счет чего, на руках видно, за счет чего можно решить этот вопрос. То есть, например, если у меня не складываются отношения, я прихожу и говорю, я хочу улучшить свои взаимоотношения с семьей. Даже, ну, не то, что... Я, конечно, их не улучшу из-за консультации. Я могу человеку, естественно, только рассказать, над чем работать, что не так. Или это вот там гиперупрямство какое-то, да, у человека есть, что... Ну, когда человек очень упрямый, ну, какие могут быть отношения, да, что? Кто же его может выдержать? Вот. Или ее. Ладно, не будем к полу привязывать. Вот. То есть, ну, либо там какие-то другие качества, да, проблемы какие-то, вот, видны. И вот я могу разобрать, понять, почему причины. Почему у человека вот там через какую-то деятельность не идут деньги. Почему вот не складывается отношения. А иногда бывает, что ни почему не складываются. Я говорю, не время просто. Вот на руках видно, да, что сейчас я не буду уходить в это, ну, где это видно, как, да, что, ну, как бы, период вот сейчас буквально, что не спешите у вас все будет, вот, как бы, что шанс такой вот будет на отношении. И просто он не пришел еще, вот, просто подождите пока, вот. Либо там, ну, через какое-то время, да, что вот, это прям, ну, будет любовь, морковь, и все будет прекрасно. Вот, то есть, иногда вот просто вот так, то есть ничего не нужно, там, корректировать, нужно подождать просто время. Нужно подождать, но всегда, я и психолог, и занимаюсь я этим долго уже, но всегда, что значит подождать, вот, консультация не сводится к тому, что определить время и ждать. Как правило, это еще и эзотерика, тут тоже имеет место, эзотерические свои знания законов тонкого мира. Вот к этому периоду, насколько человек будет готов, какой он подойдет к этому периоду, такого ему и дадут человека. Вот, то есть, что, а вы не сидите вот этот год, два, три там, да, вы не сидите, вы будете лежать на диване, как я говорю, булки есть, да, вот, говорю, и придет такой, который, ну, ждать, когда свалится с неба, да, подарок. Ну, придет такой подарок, что мало не покажется, да, то есть, вот, насколько, какие ваши будут запросы, насколько чистая будет ваша, там, душа, тело, сознание, да, вот, ну, как бы, подобное притягивает подобное, да, что, ну, как бы, настолько чистый человек к вам и притянется, что вам такие вот есть булки лежать на диване, вам будут они неинтересны, потому что вы сами такие. Скажи, если вот программа написана у человека, да, от рождения, можно ли ее поменять? Можно, но сложно. Так. Очень сложно. Уже можно, уже есть перспектива. Причем каждый, интересно, что каждый уверен, да, да, я меняю, ой, я меняю, а на руках-то видно, что не сильно-то ты меняешь, вот, но каждый уверен, что он, капец, как над этим работают. Просто человек думает, что если он рано утром заставил себя встать, да, там, и не опоздать. Один раз. Ну, пусть даже не один раз, он себя терзает, ходит на нелюбимую работу, он считает, что он над собой работает, вот, усилия прилагает. Вот, а, ну, это тоже, как бы, да, менять программу, это где-то неиспользованные шансы тогда, вот, получается. А, ну, как бы, есть какие-то вещи, ну, можно сказать, они предопределены даже, да. То есть не все линии и не все программы можно поменять? Ну, не все можно поменять, да, ну, а вот, ну, а надо ли вопрос, да, зачем все менять? Вот, умнее Бога быть, ну, смешно просто, да, как это, хочешь насмешить Бога, расскажи про свои планы, да. Ну, вот, менять можно, можно, и я бы сказала, даже и нужно. Другое дело, что, как... Насколько быстро можно что-то изменить? Вот... Да, быстро можно. Быстро можно? Да, можно. Вот утром была одна линия, а к вечеру она поменяется. Нет, вот так утром, утром так не поменяется, нет, утром не поменяется, через, ну, месяц-два изменения можно видеть, да. Дело в том, что, ну, как бы, линии так быстро не меняются. То есть если сделать снимок руки, и второй через два месяца, то можно отследить, если человек действительно работал над собой, что-то поменялось. Да, да. Раньше не увидишь. То есть если мы сейчас с тобой поработаем, вечером я посмотрю, о, все изменилось, нет? Нет, нет, за день, ну... Труд, труд, труд и труд. За день, за день изменения, ну, как это, как это, ну, процесс такой на физическом теле, да, он не быстрый, то есть так, обычно это так не работает, невозможно физически это сделать. Это линии, а ситуация через сколько меняется? Раньше, чем линии поменяются? Вот человек пришел с запросом, а какую-то вы с ним провели работу, дальше он пошел, что-то с собой работает, через два месяца, предположим, он работал, линии поменялись. А ситуация сама поменялась до того, как линии поменялись? Или раньше, чем линии не поменяются, ситуация не поменяется? Ну, ты так сложно сформулировал. Ну, вообще, это как раз и есть предсказательная часть хиромантии, да, что можно ситуацию предвидеть, то есть, ну, фактически чаще всего за этим и ходят, чтобы посмотреть, где соломку подстелить, да, вот. И, как бы, негативные какие-то аспекты, которые видны на руке, они через какое-то время поработать вот над собой, они могут уйти реально, это, да. Но, как ты говоришь, вот, и до ситуации, и там, будут ли они, ну, а как предсказывать, почем, да, они там есть, обычно. Вот, и причем чаще всего появляются какие-то, появляются знаки до как раз события. Предупреждающие. И могут, да, они могут там за несколько недель, за месяц, там за два появятся какие-то знаки. Как плюс, так и минус, да. Да, как плюс, так и минус, а потом происходят события. Но люди замечают обычно эти знаки, когда событие произошло, потому что вот событие произошло, трудно с этим смириться, хочется разобраться, они тогда начинают, ну, куда-то идти, да, и приходят, и уже с этими знаками приходят, вот, и уже видно, вот они, эти знаки. И спрашиваешь, когда вот эта родинка здесь появилась, тушные рыбочки. Когда эта родинка здесь появилась? Говорит, ну, не знаю, я говорю, а давно, то есть, вот, видно, вот здесь вот негативное событие, говорят, не знаю, ну, то есть, не замечаю. Смотри, а если какой-то линии нет, и ее взять и нарисовать? Ну, это называется коррекционная хиромантия уже. То есть, можно так откорректировать? Откорректировать можно. Каждый день надо заново и заново рисовать? У меня коррекционная хиромантия отношение, такое, ну, как бы, понимание свое отрицательное, сложное. Во-первых, ну, две причины, почему я считаю, что, одной даже достаточно, да, есть две серьезные причины, почему я считаю, что это делать не нужно. Во-первых, я думаю, что это не работает все равно, что как раз знаки на руках появляются, потому что мы меняем как-то свою жизнь, меняем свои убеждения, отношения к каким-то людям, к событиям, к окружающему миру, да. Когда трансформация внутри происходит, и это отражение отражается на руках тогда. Меняется программа, меняются какие-то знаки, линии там. Вот. И рассматривать это как обратный процесс, да, что вот если я была вот упрямая, да, такая вредная, упрямая, нарисовала там хорошую линию сердца, гармоничную такую, и все. И я вот пребываю в своем эгоизме, успокоила себя, ничего не делаю и жду, когда явится принц на белом коне, да, я же, вот, все, у меня тут все хорошо, да, там. А сегодня нарисовала, завтра, неделю рисую уже. Да, неделю, месяц, год рисую, да. Ничего не делаю. Ничего не делаю, да, при этом, что вот, как бы, это такой самообман, я считаю, что все, это как, руки, это анализ, руки, это анализ, это диагностика, это как вот то же самое, что к врачу, если пойти, там, сдать анализы, да, врач смотрит и ставит диагноз, да. Так же и руки, смотрим, ставим диагноз на чем, как лечиться, да, вот. Так же и здесь, это вот примерно так, что так, анализы плохие, доктор, давайте перепишем анализы, да, и все, и будет хорошо. Вот, это здесь то же самое, что перепишем анализы, да, и что, как бы, оно так вот, к сожалению, так не работает, на мой взгляд. Смотри, вот хорошее вот это сравнение с анализами, да, у меня сразу вопрос возник, получается, можно прийти и без запроса к хиромату и сказать, давайте продиагностируем ситуацию мою здесь и сейчас, и можно посмотреть, какие плюсы, какие минусы, куда двигаться, куда не стоит двигаться. Да, да, то есть можно продиагностировать, скажем так, нет какого-то, ну, какой-то прям нормы, как должно быть, да, вот, нет такой нормы. Потому что мы все разные, люди все разные, да, программы у всех разные, вот, можно видеть только, скажем так, ну, есть смысл смотреть, вот, и говорить об этом, что в плюс ты или в минус идешь. То есть вот, я почему вот так и показываю, да, что вот это называется бабочка, вместе ручек сложили, симметрично раскрыли и видим, насколько разные руки у нас, да, насколько линии разные. И вот, ну, это уже только профессионал может вам расшифровать, ну, что у вас в плюс пошло, что в минус, да, где обувь, где прибыло, да, вот, скажем, потенциал, где лучше был, да, и, а тут почему-то хуже, да, что вы, ну, в каком направлении человек не работает, например. Без обратной связи я считаю, что это некорректно тоже работать. Вот многие, там, мне знакомые в чат, там, куда-нибудь в WhatsApp, где-нибудь ВКонтакте, там, в сетях скидывают и говорят, посмотри, а что вот это, да, еще и пятачок ладонный вот этот, а что за человек, да, это, ну, настолько некорректно, да, это как вот, дай врачу анализ, там, мочи или, да, всего дай анализ. Врач все равно должен спросить, а как болит, насколько болит, где болит, да, то есть как без обратной связи, это, ну, вообще некорректно и неправильно, вот, и какие-то вещи, которые на руках видны, и не всегда их можно говорить человеку, вот, есть какие-то вещи, которые, есть, которые я вообще никогда не скажу на консультациях, но я и говорю, например, на, рассказываю людям на, кто ходит на обучение, да, на обучающих. Я могу это рассказать, потому что, чтобы они знали, что это такое, я рассказываю, что за этим стоит, да, чтобы они не делали этих ошибок, вот, чтобы не загоняли людей в депрессию, чтобы не толкали к ненужным шагам. Хорошо. Значит, руки могут помочь нам продиагностировать, узнать себя, решить какую-то ситуацию. Я услышал два момента. Еще что? Для этого уже достаточно. Для этого мало. Для своего развития до этого достаточно.